Молочная перемена Молочная перемена С детства, да, с грудным молоком начинается наша жизнь и я думаю, что и должна продолжаться, тем более, учитывая здоровье наших детей, оно нам просто необходимо. Ноябрьск первый в округе воплотил идею с молоком. Поводом для этого послужили санитарные нормы, в соответствии с которыми все школьники в образовательных учреждениях должны быть обеспечены двухразовым питанием. Однако технической возможности приготовить второй завтрак или второй обед в школьных столовых просто нет. Единственной альтернативой или даже единственным разумным выходом из положения стало молоко. Молоко намного лучше, можно попить и полезный продукт. И эта идея мне очень понравилась. Неожиданно было это. Ну все думали, как бы, вообще думали, как бы, платное, ну как, мы будем покупать или нам будут давать бесплатно. Молоко для детей, конечно же, будет бесплатным. На это удовольствие средства выделены из муниципальной казны. На год планировалось 32 миллиона рублей, но вписались в 22. Причем за эти деньги школьники будут получать такое молоко, которое обработано по специальной технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства напитка. Старшеклассники же говорят то, что не буду, не буду. Потом вот бесплатно же вышла новость, что будут раздавать. И все бьют. К слову, через время, когда в школах будут проходить медосмотры, специалисты департамента образования проведут мониторинг, который покажет, как изменилось здоровье учащихся после введения молочной перемены. Ирина Потехина, Григорий Куруптев. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова